благодарим за поддержку магазин x force всем привет всем привет это аэрософт мод балтик сегодня наших местах редкая вещь легендарная свд reals world скажи какие-нибудь минусы плюсы ней ну во первых данный привод это очень большой плюс это очень такая легендарная вещь это reals world свд это тот привод на который в принципе все новички которые приходят страйкбол или вы даже опытные люди они в принципе зависают значит придраться здесь особо ни к чему не могу внешнее исполнение вообще на высоте значит дерево классно фанера все это настолько приятно настолько аутентично выглядит конечно с боевой не сравнится но все же это верх того что может приложить вам рынок аэрософта значит все металлические детали они все между собой очень очень классно подогнаны они не люфтят привода уже достаточно много лет и при этом он сохранил свою как бы сказать так износостойкость то есть он настолько сейчас классно выглядит что даже и не скажешь что ему уже столько лет значит по технической части внутрянки там в принципе тоже все достаточно сделано хорошо то есть работает она как часы что-то меняется даже в самом начале кроме там пружины каких-то некоторых ништячков не имеет смысла от себя немного добавлю действительно на рынках вообще любой страны аэрософта реалсворд всегда ценился и всегда будет цениться это та вещь это как классика это есть классика принципе это модификация я так понимаю самая первая она отличается оттенком именно матовым таким да именно больше матовым да по моему потому что вторая она более такая да 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 по сути классная вещь очень хорошо сбалансирована довольно таки это не как цима это не в другие вообще в реплики с этим нельзя ее сравнивать я предлагаю поближе рассмотреть там может быть что-нибудь да найдем вот так вот выглядит сблизи здесь видно какие-то потертости на панели на цвье но в принципе все довольно таки за эти года годы все идеально да довольно таки и расскажи вообще подробности где тут что и как вообще чем его уедят значит первое на что хочу обратить внимание да если у нас действительно какой-то там настоящий рилсворд перед нами лежит то есть это то как отстегивается данный магазин отстегивается он очень так прям я не знаю как объяснить продемонстрирую насколько он довольно таки очень туго и также заходит он очень так хорошо никакого люфта нету в принципе во всей пушке вот данном приводе нет никакого люфта а лет ей ну наверно около пяти до если не больше да если не больше это первая модификация здесь потертости видно с рукоять если мы с нее начнем да то получается приклад это клееная фонара хорошее качество обработки здесь же находится мотор да у нас да здесь полагается мотор как и везде в принципе достается он очень просто там клеммы скидывается площадочка соответственно мотор мы отсюда достать не сможем он как на третьем гирбоксе встает сюда в раме но там есть какая-то особенность для вас самим мотором мотором есть особенность что за счет того что у нас сама конструкция гирбокса его внутрянки имеет четыре шестерни внутри то и клемма у нас это сделано специально перекинут то есть они сделаны нестандартно здесь минусовая клемма ставится на плюс и соответственно плюсовая на минус это за это мы уже в дальнейшем последующих видео более подробнее об этом остановимся но этот момент надо учесть да если вы что-то маленькую разборку делаете учтите это здесь значит сам первый зацеп при меня такая контакт когда или как они там заводят так замена так то буду так называть клининая фанера хорошего качества напомню приводу много лет но вид у него хороший перейдем уже ствольной коробки здесь единственное что немного пострадала за эти годы это это ну как пострадала это вот эта вот часть она немножко хотя она сейчас вот смотрю не но все-таки она чуть 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 легче вытаскивается на циме еще проблемнее естественно пять лет никакая цима не выдержит но может у кого-то и выдержала радуйтесь той циме по остальным тут все вроде как идеально переключатель огня также люфта никакого нету он очень хорошо ходит здесь интересная особенность что нету на к это любых версиях а к это то что переключение невозможно сделать случайно здесь специально сделано так что нужно немножко на себя и взять тогда только возможно переключение это очень довольно таки полезно нету случайные переключения для это вот этот звук это очень приятный сохранился тоже очень приятно это все конечно спусковой все идеально на самом деле нареканий наверно спусковым тоже опять же нету при игре там бывают некоторые привода которые что-то где-то слишком далеко надо есть принципе все довольно таки удобно есть что тут от технической части добавить по технической части принципе добавить ничего не могу некоторые из некоторых особенностей которые на многих айвих не встречается то что в положении предохранителя спусковой крючок вообще в принципе не двигается если мы как мы знаем что даже на предохранитель нажимаем на спусковой крючок чуть-чуть прогибается здесь этого нет да есть такая интересная особенность значит в плане уже игры боевого оружия но также страйкбольного что вот это такой вот большой вырез говоря спусковой кабы скобы он очень удобен в использовании даже с толстыми перчатками то есть палец за это цепляться не будет это очень кстати грамотно сделано это очень удобно усилить нужно будет конечно вот эту часть способов много просто при стрельбе она будет чуть-чуть отскакивать там болтаться но данная крышка не слетит для того чтобы вообще снять полностью нам нужно данный рычажок перевести в заднее положение вот да вот это да да вот это она за нее цепляется и тогда можно снять на крышку потерять ее не потеряю переходим дальше это цевьё клееное фанером отличного качества никаких нареканий нету здесь же находится аккумулятор аккумулятора на 11 до вольт идет желательно 11 одни как надо на тяжелых пружинок 11 это если липо здесь помещается как такой тип трубчатый до такой довольно таки принципе очень удобно и вот там довольно таки свободно в принципе заходит нет таких нареканий учитывая что здесь есть электронный ключ или будет точно 0 будет будет да сейчас по идее на нем нету базе самам целик получается довольно таки опять же все вот это это металл мы не будем принципе проверять это на деле у нас наверное вот очень мощный моторчик да есть моторчик вот мощный принципе все здесь это у нас все металл за исключение оптической части но они чуть позже значит клееная фанера хорошего качества я не думаю что она была меня на учитывая что рука чаще всего находилась здесь здесь видно что слезло покрытие на именно панели ничего не слезло это очень хорошо о себе говорит снимается в принципе эта часть отщелкивания вот этого скобы да ну да 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 но мы это будем показывать чуть позже как это что делается полная разборка и сам ствол уже в принципе здесь также очень хорошо тем что тут нету то что вот здесь якобы люфт это принципе было повод да 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 здесь все довольно таки также очень хорошо стоит нет никаких нареканий это по моему как даже снять их наверно ты невозможно если перейдем сейчас другой стороне мы здесь видим крепление для оптики стандартно все как и есть видно что до полозья немножко так подстерлись слегка на это также опять же не влияет сильно ни на что по мне так в целом приближенном варианте она довольно таки очень хорошая и действительно нет никаких нареканий учитывая что какие цены через год-два здесь приводу более или около пяти или более пяти лет посмотреть вот сами вот качество цена конечно да у нее увы выше остановимся более детально на пцио оптики именно данные реплики это от realsword оригинал оставляется вот такому чехольчики довольно таки добротном довольно качественно принципе все материалы которые поставляются вот realsword все являлись качественными комплекте входит запасная запасной на глазник нет это на ту сторону до крышечка и передняя крышка она также цеплялась куда-то сюда цеплялась нам ее отсоединили дабы не потеряли запасные диоды и такой вот на пол дождик для включения сейчас чуть поближе и посмотрим отверточка для обслуживания и тряпочка с кисточкой довольно таким богатый ассортимент немногие такое предлагают в принципе если остановиться на оптике здесь получается что да интересно на русском языке переключение делаются довольно таки с такими характерными щелчками это радует легкого такого вот не возможно переключить то есть тут надо легкого усилия так и сделать это тоже радует включение подсветки принципе выключается вот здесь вот а питает ее батарейки где у нас батарейки от нее они могли щита питают ее две батарейки это у нас lr-44 комплекте они также идут здесь расположен сам светодиод его можно легко заменить что очень довольно таки удобно данная оптика сделано скорее всего из алюминия возможно где-то есть сплав и скорее всего вообще это алюминий так взять никаких болтаний где-либо отсутствует данная сетка в принципе отсутствовала это было сделано уже нами дабы защитить сама стеклышко от каких-то мятин или еще чего потому что скорее всего конечно это все-таки стрейкбольная и вряд ли она пробивается в стеклышко но маленькие мятины вот эти вот ну она может оставить я бы добавил еще то что как и на всех нормальных пристелах типа ласточный хвост здесь имеется регулировка для скажем каких-то китайских реплик даже если покупаем такой прицел то можно не бояться что нам подойдет то есть он встанет в принципе на любую ширину полозив и данный прицел имеет кратность 4x поставляется привод вот в такой вот коробочке красный довольно таки где-то яркой и даже невозможно по ней понять что на самом деле привод очень-очень много стоит и так у нас немножко уже конечно тут получается так и привод понятное дело уже не новый кое-как здесь конечно все это сохранилось в принципе сохранился у нас ключ к регулировке это уже по прицельной части и вторую вторая часть они уже такие довольно таки ржавые не есть отдельно остановимся на документация которая предоставлена также это значит вот такие две два сертификата можно их так назвать здесь по вылетам было когда-то 132 единственно здесь нету даты когда это все было произведено здесь взрыв схема очень довольно таки подробная очень мало где на приводах где вот именно такой все подробно расписывается принципе это очень полезное здесь все понятно где как чего вскрываете на поэтапно в принципе даже без просмотров каких-то там обзоров можно в принципе понять как разбирать если в руки из того места также здесь все описывается что входит в принципе комплект и кстати шомпол у нас тоже до имеется шомпол конечно нет не столь стандартные это металлический он складывается из таких вот звеньев конечно привод им чистить много опасно что ли ну как такой подарочек принципе приятно вот значит вот эта вся поставочка так же кстати да на счет счетчик входит комплект сам паспорт приводу довольно таки опять же очень очень довольно таки добротно все расписывается во первых начинается конечно же с техники безопасности даже вот тут смотрю история именно драгунова довольно все очень интересно расписано кому интересно кто вот увлекается принципе я думаю будет забавно считать понимаю единственное здесь вот либо на ненашевском либо на английском языке все по коробке все